МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вас приветствует служба информации городского телевидения. В начале выпуска коротко о главном. Обсуждая итоги социально-экономического развития региона, заседание Совета Старейшин Республики Адыгея. Конкретные действия для выработки антикризисных мер, рабочее совещание Республиканской комиссии по обеспечению устойчивого развития экономики. Февраль – период роста сезонных заболеваний. Ситуацию в регионе комментируют специалисты. В Доме правительства состоялось заседание Совета Старейшин Республики, участие в котором принял глава Адыгея. На встрече представлен текст обращения к жителям региона, подготовленной Старейшинами Республики. В начале заседания председатель Совета Старейшин Республики Нурбигучетель обратил внимание собравшихся на рост показателей социально-экономического развития субъекта по итогам 2014 года и заявил о необходимости консолидации общественности и власти для сохранения позитивных тенденций в условиях кризиса. Собравшиеся выдвинули ряд предложений по преодолению кризисных явлений в экономике, в том числе необходимость обеспечения доступных кредитов для бизнеса, борьба за сохранение рабочих мест, снижение предпринимателями избыточных наценок. Подняли на встречи вопрос патриотического воспитания молодежи. Кроме этого, старейшины подготовили обращение к жителям Адыгеи. Было принято решение его доработать, а поднятые проблемы проработать в ходе дальнейших заседаний Совета. Глава Республики подчеркнул особую важность подобных совместных заседаний для полноты понимания происходящих в регионе процесса. Глава Республики, директор Адыгея «Адыгея» Хочу поблагодарить вас за то, что вы меня пригласили на столь высокое собрание. Это очень важно для руководства Республики. Мы имеем определенные достижения. Мы построили 250 новых объектов, привлекли 120 миллиардов инвестиционных рублей, в три раза увеличили бюджет Республики Адыгея. Мы опирались на вашу деятельность, на вашу поддержку, на ваше участие в развитии экономики Республики Адыгея. Здесь же на заседании было принято решение продолжить практику расширенных заседаний. Работа в таком формате позволит определить узкие места и консолидировать силы. Премьер-министр Республики провел заседание комиссии по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в регионе. Участие в совещании, помимо руководителей профильных министерств, приняли сотрудники банковской системы и представители бизнеса. Начиная с совещания, премьер-министр Адыгея отметил, комиссия по обеспечению устойчивого развития экономики создана по поручению председателя правительства России и будет ориентирована на выработку региональных антикризисных мер. Мурат Кумпилов подчеркнул, сейчас в Республике наблюдается тенденция к снижению объемов строительно-монтажных работ, повышению процентных ставок по кредитам, росту цен на ряд товаров и услуг. С учетом сложившейся ситуации необходимо концентрировать усилия органов власти в вопросах поддержки реального сектора экономики, обеспечению эффективной работы бюджетно-налоговой системы, а также оказанию адресной помощи наименее защищенным слоям населения. В Республике основные макроэкономические показатели продолжают демонстрировать положительную динамику. Главная задача комиссии принимать своевременное, а самое главное эффективное решение, направленное на сохранение стабильности по всем направлениям жизнедеятельности Республики в тесном взаимодействии с правительственной комиссией по экономическому развитию и интеграцией, которой руководит первый заместитель председателя правительства Российской Федерации Игорь Шувалов. На встрече план первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности обсуждался детально. Документ рассчитан на трехлетний период. В этом году планируется реализация 34 мероприятий, которые будут направлены на повышение эффективности бюджетных расходов, формирование механизма поддержки бюджетно-образующих предприятий, развитие импортозамещения, поддержку малого и среднего бизнеса. Поднимался и вопрос поддержки владельцев личных подсобных хозяйств. Свои мнения и предложения по каждому из пунктов проекта антикризисного плана высказали депутаты республиканского парламента, руководители промышленных предприятий, представители банковской сферы. С учетом изменений и корректировок документ будет внесен на рассмотрение главы республики. Окончательный вариант проекта плана должен быть принят не позднее 16 февраля. В регионе увеличилось количество заболевших гриппом и ОРВИ. 60% от общего числа заболевших – дети. Эта категория относится к группе риска и больше остальных подвержены вирусным инфекциям. Продолжение темы в нашем материале. Несмотря на 50% прирост заболеваемости, который зафиксирован по отношению к предыдущей неделе, показатель эпидемического порога в регионе не превышен, говорят специалисты. В большинстве случаев за помощью в учреждения здравоохранения обращаются дети. Это без малого 60% от общего числа заболевших. Эта же категория относится к группе риска, особенно когда речь заходит о детях с ослабленной иммунной системой, длительно болеющих, либо имеющих хронические заболевания. В республике Адыгея за прошедшую неделю зарегистрировано 1782 случаев остроэспираторных вирусных инфекций. гриппа, что ниже эпидемического порога на 16,6%. Но если сравнить с предыдущей неделей, отмечается рост заболеваемости и наибольший удельный вес одезоболевших составляют дети. В сезон простудных заболеваний специалисты призывают не забывать о мерах профилактики, вести здоровый образ жизни, регулярно мыть руки, чаще бывать на свежем воздухе, одеваться по погоде и, конечно же, добавлять в рацион побольше фруктов и овощей. В случае, если простуда все же дала о себе знать и затягивать с визитом к врачу. Пушкин – душа России. Под таким названием в Центральной городской библиотеке прошло традиционное мероприятие, посвященное Дню памяти русского поэта и писателя. В программе – музыкальная гостиная, литературная викторина, поэтический час. В год литературы в Центральной городской библиотеке запланировано немало мероприятий. В этот раз прошла встреча со школьниками, подготовленная к Дню памяти Александра Сергеевича Пушкина. Сегодня мы еще раз вспоминаем великого поэта. Мы перелистываем страницы биографии и творческого пути. В ходе мероприятия мы рассказали детям о бодресаторах Пушкинской любовной лирике, также совершили виртуальное путешествие по знаменитым пушкинским местам и музеям. Самые активные участники мероприятия участвовали в литературной викторине, посвященной героям пушкинских произведений. Кому посвящал стихи великий поэт, сколько дуэлей на его счету и какие блюда были самыми любимыми. Об этом ребятам рассказали сотрудники библиотеки. Информация только из достоверных источников. Кроме того, на мероприятии были продемонстрированы в документальном фильме рукописи и рисунки Пушкина. А в поэтической минутке школьники сами вспомнили строки известных стихотворений. Я помню чудное мгновенье, передо мной явилась ты, как мимолетное виденье, как гений чистой красоты. В планах сотрудников библиотеки проведение целого цикла мероприятий литературных вечеров, неделей русской, адыгейской, зарубежной литературы. Побывать на мероприятиях смогут школьники города и все желающие. Необычный урок прошел в Третьей городской школе. На занятии, которое проходило в режиме открытого диалога, представлены страницы военной истории. Хронологию, памятные даты, исторические справки, связанные с битвой за Кавказ, вспомнила и наша съемочная группа. Тема урока истории в 10 классе – битва за Кавказ. Формат занятия – открытый диалог. Предлагаемая школьникам информация, исторические факты, военный видеоархив без купюр. Главная мысль – такое не должно повториться. Я ребятам всегда говорю на уроках, что нет ни одной семьи, в которой бы не погибли члены этой семьи в Великой Отечественной войне. И дети очень открыты и очень, готовность, они воспринимают это как нечто личное. Поэтому, когда на экране перед ними мелькают кадры хроники, когда они готовят проекты, связанные с войной, когда они вот именно слышат, видят о войне, вы знаете, это очень большое эмоциональное переживание. Открытый урок о военных событиях входит в общую линейку мероприятий, приуроченных к 70-летию Великой Победы. Рассуждая, анализируя, узнавая новые для себя исторические факты, старшеклассники учатся мыслить и понимать, какой нелегкой ценой достался мир. Из моих родственников воевали почти все мои прадеды и прабабушки. Я очень горжусь ими. В традиционном уроке истории есть и новый для старшеклассников момент. Минутой молчания почтили школьники память павших на полях сражения Великой Отечественной. А возле мемориального уголка в классе зажгли свечу. Это была вся информация на сегодня. Я прощаюсь. Всего доброго. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин